Якутия вошла в отопительный сезон без больших нареканий. Сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Алексей Колодезников дал пресс-конференцию по проведенной работе и мероприятиям по запуску тепла. На встрече с журналистами министр отметил, что прошлый сезон прошел без больших сбоев и в этом году надеются на еще большее улучшение ситуации. Подробнее в материале Саргулана Захаровой. 1284 котельные сегодня работают в населенных пунктах Республики. Отопительный сезон в этом году начался уже в первых числах сентября. Как отметил министр Алексей Колодезников, проблемы с теплоснабжением в отдельных районах Республики решены. Мы смогли решить вопросы теплоснабжения в Алданском районе. Допустим, солнечный микрорайон был для нас проблемный. Сейчас там две котельных, сети сделаны. Соответственно, по теплу там меньше, это значительная проблема. Была построена котельная в Ленинском, закрытие четырех старых. В Томоте у нас часть тепла была передана эксплуатацией Ассоциации АЭМ. Соответственно, они построили там модульные котельные. Идет большая работа по восстановлению подачи воды и тепла в поселок Тикси-3. Из четырех котельных, которые перешли в ведомство министерства, от Минобороны будет работать только одна. Также в целях экономии средств теперь вместо дизельного топлива используют нефть. Губ ЖКХ для решения вопросов водоснабжения Тикси-3 строит водовод непосредственно с забором воды, с основного водозабора, с циркуляцией водовода, обеспечен подвоз воды на период открытия этой линии. Соответственно, мы надеемся, что надежность у нас там улучшится. Кроме этого, на пресс-конференции речь шла об исполнении управляющими компаниями своих обязанностей. Министр подчеркнул, задолженность населения перед хозяйствующими субъектами составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей. Чтобы уменьшить долги, сейчас идет работа по внедрению онлайн-системы оплаты. Она уже у нас пилотно по биллингу запущена в городе Якутске, в Хангласском районе, Инамском. Есть график перехода района в течение 2016 года. Соответственно, прозрачность платежей будет более четкая. Также министр сообщил, что в этом году должны построить и ввести в эксплуатацию еще 49 котельных. Помимо этого, планируется модернизация маломощных объектов и обновление тепловых сетей.